Одна из самых обсуждаемых тем этих дней формирования нового состава правительства России. Выстраивать конструктивное взаимодействие с федеральным центром сейчас главная задача. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. От себя лично, от Коминета Министров, жителей Жуковской Республики. Поздравим за оказыванное доверие и за назначенные уже федеральные министры и цепремеры по своим должностям. Пожелаем им успешного успеха. Не прошло и недели после назначения председателя правительства страны, а Михаил Мишустин уже сформировал команду. Обновление состава федерального Кабмина, запрос на перемены отметил глава региона. Задача наша, задача каждого из вас, быстрее конструктивное деловое взаимодействие. Для того, чтобы лучшие практики были востребованы. Представляя наши предложения, аргументации, участвуя в федеральных программах по тем мероприятиям, которые будут еще уточняться, привлекать дополнительные инвестиции на территории вашей республики. Обсудить рабочие вопросы с уже приступившими к своим обязанностям членами правительства глава региона намерен на полях Сочинского инвестиционного форума. Предложения от республики должны быть включены в госпрограммы развития страны, отметил Михаил Игнатьев. Надо готовиться и с теми предложениями, которые с нашей стороны будут, нужно там участвовать на правом плане дискуссии, соответственно, подставить интересы к вашей республике. Среди приоритетных задач строительства доступного и комфортного жилья. Сегодня члены правительства республики приняли поправки в госпрограмму. В бюджет региона заложат еще 550 миллионов рублей. Для селян с этого года действует и специальная ипотека с минимальной ставкой в 3%. Мы планируем, что с учетом господдержки получат улучшение 4269 семей и на эти цели направляется 1,7 миллиарда рублей. Количество семей в республике должно около 30% иметь возможность приобретать жилье в республике, то есть не менее 30%. Но не всегда жилые комплексы возводят согласно генеральному плану. В качестве примера глава региона привел микрорайон Байконур. Его дольщикам подрядчики давали совсем другие обещания. Этот микрорайон был предназначен 19 гектаров вообще под наших космонавтов, чтобы был там пар, хороший пар. Но предприниматели потом все это скорректировали, городские власти отдали разрешение другого направления. 30-градусный мороз платили, говорят, полно, те, которые там проживают. Я обозначаю эту позицию, уважаемые коллеги, мы не нужны загонять людей в тупиковую ситуацию. Михаил Игнатьев поручил наладить тотальный контроль за тем, как реализуются проекты комплексной застройки в муниципалитетах. Отдельное муниципальное образование выдает разрешение на строительство тем строителям, тем предпринимателям, которые не могут освоить эти территории. В центре внимания правительство республики и бесплатная юридическая помощь. Теперь право на безвозмездные консультации специалистов получат граждане предпенсионного возраста, обманутые дольщики и вкладчики кредитных организаций. Поправки в законопроект члены Кабмина поддержали. Слуги тех же адвокатов будут оплачиваться за счет республиканского бюджета, а не самими гражданами. Это вопросы для граждан предпенсионного возраста, связанные с исполнением трудового законодательства, в том числе правом на выход на пенсию, досрочном установленном законном порядке. Граждан, участников долевого строительства по вопросам защиты прав, в части действий бездействий застройщиков. И все новые инструменты и изменения законодательства внесены для того, чтобы не было этих таких вообще бакующих факторов однозначных. Конечно, есть дома у нас сейчас, которые еще не достроены. И еще одно решение Кабмина – компенсация расходов по уплате взносов на капремонт ветеранам труда. На эти цели в бюджете региона заложат порядка трех миллионов рублей. Господдержку получат более 4 тысяч человек.